Девушки отдыхают Как и все шестилетки с прической Макгайвера, я научился ездить на велосипеде, когда был совсем маленьким. Я был горд тем, что освоил важный навык. Но все изменилось, когда мне позвонил мой друг Барни 25 лет спустя. Там, где я работаю, сварщиков золотые руки, и они любят подшучивать над инженерами. У него для меня было испытание. Он смастерил необычно велосипед и хотел, чтобы я на нем прокатился. Он переделал только одну вещь. При повороте руля налево, колесо идет направо. А при повороте направо, колесо идет налево. Я подумал, что это будет легко, поэтому запрыгнул на велосипед, готовый показать, как быстро я справлюсь. А вот и он, леди и джентльмены, мистер Дэстин Сэндлин. Первая попытка езды на велосипеде. Ну ладно. Что ж, думаю, лучше, если поеду быстро. Да, да. У меня не получилось. Я смеюсь, но на самом деле я расстроен. В этот момент я понял, что мое мышление было сковано. Этот велосипед открыл мне правду. Я знал, как управлять велосипедом, но я не понимал, как это получается. Поэтому знание — это непонимание. Вы, конечно, можете сказать, что Дэстин просто корявый инженер и ничего не умеет. Но на самом деле это не так. Алгоритм, который связан с ездой на велосипеде, в вашей голове очень сложен. Только подумайте, толкающая сила на педалях, наклон тела, удержание руля, гироскопическая прицессия колес — каждая сила — это часть алгоритма. И если изменить одну часть, то это влияет на всю систему контроля. Я не так часто делаю подобные заявления, но я могу сказать, что вы не сможете управлять этим велосипедом. Вам может показаться, что сможете, но нет, не сможете. Я знаю это, потому что я часто выступаю на конференциях и в университетах, и я беру этот велосипед с собой. И всегда одно и то же. Люди думают, что попробовав какой-то трюк, у них получится, но это не работает. Ваш мозг не справляется. Вот, к примеру, парень. Я предложил ему 200 долларов за то, что он проедет 3 метра по сцене. Все думали, что у него получится? О, не-не-не-не-не-не-не. Нет, ты не понял. Ты не понял. Короче, вот сюда. Хорошо. Погоди секунду. Отлично. Как только будешь готов. Давай! Нет, ноги нужно держать на... Чувак, слушай. Ладно, езжай. О, господи. Погоди-погоди. Не нужно подкатываться. Начинай сначала. Ииии... Погнали. Так, ну ладно, не вышло. Держи ноги на педалях. Вперед. Держи ноги на педалях. Да, я держу. Ну давай, еще разок. Ну ладно, еще разок, еще разок. Когда мозг привыкает к чему-либо, то изменить эту привычку нельзя, даже если очень хочешь. Ничего не получилось, бро. И вот что я сделал. Это был мой личный вызов. Я приезжал сюда и тренировался по пять минут каждый день. Мои соседи смеялись надо мной, я часто падал. Но после восьми месяцев это произошло. В один день я не мог кататься, но на следующий смог. Я будто почувствовал, что в моем мозгу открылась какая-то новая связь. Это было необычно, будто в голове появилась тропинка. Но если не концентрировать на ней внимание, мозг ее легко теряет и возвращается на более знакомый путь. Любой мелкий раздражитель, к примеру, звонящий телефон, возвращает мой мозг к старому алгоритму, и я падаю. Но я хотя бы смог поездить на нем. Мой сын ближе всех ко мне генетически, он катается на нормальном велосипеде уже три года. Это больше половины его жизни. Я хотел посмотреть, как быстро он научится ездить на обратном велосипеде. Я пообещал ему, что если он научится ездить на этом велосипеде, то поедет со мной в Австралию и встретится с настоящим космонавтом. Сдаешься? Нет. Вперед. Вот как это начинается. Посмотрите. Это прогресс! Вставай, у тебя получилось. Вы заметили, как его мозг приспособился? И уже в течение... Скольких недель? Двух? В течение двух недель он научился делать то, что заняло у меня восемь месяцев, что показывает, что у детей больше нейронной пластичности, так это называется, чем у взрослых. Из эксперимента понятно, что у детей намного более гибкий ум, чем у взрослых, поэтому учить языки лучше, когда ты еще ребенок. Итак, отчет на сегодня. Я могу ехать плавно, я могу ехать быстро. Я думаю, что эксперимент закончен. Окей, а теперь я в Амстердаме, в городе, где велосипедов больше, чем людей. И вот вопрос. Смогу ли я ездить на нормальном велосипеде? Ведь я потратил столько времени, учась как кататься на обратном велосипеде. Что если я сейчас сяду на нормальный велосипед, осилит ли это мой мозг? Я написал в Твиттере, что устраиваю встречу. И если кто-нибудь приедет на велосипеде, то я попробую прокатиться на нормальном велосипеде. Наоборот, наоборот. Это был один из самых разочаровывающих моментов в моей жизни. Я умел кататься с шести лет, но в этот момент я понял, что я разучился. Я ставил цель освободиться от привычки мозга и типа накатанной колеи. Но в этот момент я уверен, я доказал, что могу только перенаправить эту колею. Вы не видите, но здесь есть группа людей, которые смотрят на меня. Смотрят на странного американца, который... Который не умеет кататься на велике и думать, что я тупой. Но на самом деле я намного круче. Я научился и разучился. Ясно? После 20 минут выставления себя дураком, мой мозг вдруг прыгнул назад к старому алгоритму. Я не могу объяснить как, но это случилось в строго определенный момент. Вот, я понял, я понял. Получается, я вернулся. Получилось. Получилось, получилось. Это оно. Этот момент. Хорошо, я могу кататься на велике. Я попытался объяснить все это людям, но они ничего не поняли. Они думали, что я прикидывался все эти 20 минут, и я не смог убедить их. Выглядело, будто я прикидывался, да? Вы мне не верите, да? Ну, выглядело это очень странно. Ты такой, ла-ла-ла, а потом падаешь. Думаете, я вру, так ведь? Но я не вру. Я почувствовал себя единственным на планете, кто разучился ездить на велике. И я не смог объяснить это никому, ведь все считали, что нельзя разучиться ездить на велосипеде. Итак, я понял три вещи из этого эксперимента. Я понял, что сварщики часто умнее инженеров. Я понял, что знание не значит понимание. И я понял, что правда — это правда, без разницы, что я о ней думаю. Так что будьте осторожны, рассуждая о чем-то, потому что вы смотрите на мир предвзято, даже там, где думаете, что это не так. Я Дестин, и сегодня вы стали умнее. Счастливо. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер